На сегодняшний день линейка Tenderly компании Ariflame представлена двумя ароматами. Туалетной водой оригиналом Tenderly и ее фланкером Tenderly Promise. Будет ли расширяться эта линейка неизвестно, поскольку фланкер вышел спустя год после появления оригинала и с тех пор уже утекло много воды и нового фланкера не появлялось. Тем не менее, обе воды доступны к продаже. Обе воды созданы одним и тем же парфюмером Эмилии Вивьяр Капперман. Парфюмер-женщина, которая заложила одну и ту же идею для создания обеих этих вод. Это образ женщины-матери, счастливой в семье, счастливой своим материнством. Если оригинал у нас это очень нежная легкая вода, которая создает ощущение уюта, радости. Общение матери с ребенком. И я могу лично подтвердить, что у меня действительно при восприятии этой воды возникали картины из моего детства. А вторая же вода это ассоциации с счастливым детством, с объятиями ребенка, с нежностью, с самыми приятными мгновениями жизни. Обе воды являются цветочно-фруктовыми композициями с заметно выраженным пудровым характером. Насколько можно их считать последователями друг друга, скорее они как сестры-близнецы. По крайней мере, две воды, безусловно, находящиеся в близком родстве. Флаконы одинаковые, дизайн строго выдержан, приятная нежная краска обеих вод, розовый и бледноголой, как цвета девочки и мальчика. Можно сказать, что действительно можно так провести параллель, что девочка Тендерли это нежный аромат, который рассказывает нам о запахах полевых цветов. В центре композиции у нас магнолия, ромашка. Второй же аромат, наш голубой цвет покрашенный, это аромат мальчика, более яркий аромат, с ландышей, лилией и с более явно выраженным пудровым характером за счет использования кашемирового мускуса. Обе воды, безусловно, достойны внимания, являясь бюджетными вариантами. Они, тем не менее, невзирая на использование синтетических компонентов, звучат достаточно приятно, нет явно выпирающих резких нот. Ну, если кто-то не любит пудровые ароматы, то, конечно, они могут показаться такими несколько назойливыми. Ну, мне, например, к любителю пудровых они подходят, я их люблю. И с точки зрения фланкеров, если вопросы и возникают, ну, в принципе, по одному фланкеру трудно говорить о том, насколько завершена линейка. Ну, безусловно, эти две воды, две близняшки, они являются прекрасным вариантом того, насколько можно интересно обыграть тему пудровых цветов с футовыми нюансами в парфюмерии.